Ошибка наблюдателя Ошибка наблюдателя является результатом обобщения, при котором не учитывается влияние свойств самого наблюдателя на то, что он наблюдает. Так, ночной сторож в кафе может прийти к выводу, что там никогда не бывает посетителей, в то время как часы работы заведения просто не совпадают по времени с его сменой. Сотрудник телефонной службы поддержки клиентов может сетовать, что все люди постоянно чем-то недовольны. Но довольные люди просто не звонят в клиентскую поддержку, полученные ими товары в полном порядке. Классическим примером ошибки наблюдателя будет заявление машиниста железнодорожника, что он никогда не оставит свой паровоз ради того, чтобы сесть за руль автомобиля, потому что автомобильные дороги всегда перекрыты шлагбаумами. Он ни разу не видел ни одного из них открытым, проезжая мимо. В последнее время нередко приходится сталкиваться с попытками ссылаться на ошибку наблюдателя в космологии при объяснении такого явления, как антропный принцип. Под этим названием подразумевается признанный всеми учеными, как верующими, так и неверующим, факт, что Вселенная имеет именно такие параметры, какие необходимы для существования жизни, в том числе жизни разумной. Для верующего в этом нет ничего удивительного. Ведь еще почти три тысячелетия назад пророкам Божьим было сказано, «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». Книга пророка Исаии, 45 глава, 18 стих. Но для атеистов такое положение дел представляет проблему, и те вынуждены подвискивать альтернативные объяснения. Вот тут-то они хватаются за идею ошибки наблюдателя, как за спасительную соломинку, утверждая, что сама возможность наблюдения накладывает ограничения на наблюдаемое. Наличие наблюдающего определяет то, какой вид мира он будет воспринимать. В переводе на человеческий язык это значит следующее. А что вас, собственно, удивляет в том, что Вселенная имеет именно такие параметры? Будь параметры Вселенной иными, нас с вами в ней бы просто не существовало, и удивляться было бы некому. Ну, как можно проиллюстрировать такую логику? Представьте, вы отправились отдыхать в некую теплую страну, и вот на полпути с пляжа в отель вас окружает десяток вооруженных солдат во главе с офицером. Они подводят вас в ближайшие стенки, берут ружья на изготовку, цели с вас с расстояния нескольких шагов. Офицер засчитывает на незнакомом вам языке какую-то бумажку, после дает команду и звучит залп. Но вы понимаете, что остались целы и невредимы. Чем можно объяснить произошедшее? Ну, наверное, наиболее резонным обоснованием было бы то, что все ружья намеренно были заряжены холостыми патронами. Возможно, это такая анимация для туристов, чтобы они не страдали от недостатка адреналина, кто знает. Но ученые, мужи, предлагают иное объяснение случившемуся. А что вас удивляет в том, что вы остались живы? Если бы вы погибли, удивляться было бы некому. С тем же успехом такое объяснение можно было бы отнести к так называемой ошибке выжившего, о которой речь пойдет особо. Но проблема заключается в том, что уже сама попытка обосновать антропный принцип за счет любой из этих ошибок логически несостоятельна. Ибо является подменой исходного тезиса иным, не имеющим никакого отношения к дискуссии. Ведь в объяснении это руждается не то, почему мы наблюдаем именно такую Вселенную, а то, почему параметры Вселенной именно таковы вне зависимости. Наблюдаем мы ее или нет. Субтитры подогнал «Симон»